Далее, очень интересная ситуация начала развиваться в Беларуси. Бойцы ЧВК Вагнера, песенка закончилась, пели-пели и наконец-то песня закончилась. Бойцы ЧВК Вагнера начали массово покидать Республику Беларусь. Об этом сообщают в том числе и российские СМИ, ну и есть информация о том, что они выезжают. По информации источника ЧВК Беларусь, не договорились, Лукашенко отказался участвовать в финансировании этого чувака. Помните, в самом начале очень остро стоял вопрос, за чей счет этот банкет, кто оплачивать будет. И была информация о том, что вот эти там 10 миллиардов рублей, которые в двух газелях были в Санкт-Петербурге арестованы или конфискованы органами правопорядка, когда проводились обыски в офисах Вагнера и в офисе Пригожина в Санкт-Петербурге. Их потом вернули, все возмущались. Потом появилась информация, что эти деньги вернули, ну, те, кто стоит за спиной Пригожина, его покровители вернули эти деньги, чтобы рассчитаться с бойцами и оплатить им зарплату. Ну, все равно когда-то закончится. Вот, видимо, деньги закончились. Лукашенко сказал, что я не собираюсь кормить эти лишние рты. Путин, естественно, как я уже говорил вам, скорее всего денег не даст на ЧВК Вагнера. Это не тот вариант. Он, наоборот, желает его расформировать. Ну, а у спонсоров, видно, денег нет. Вот в связи с этим большинство тех бойцов, кто был в Белоруссии и не полетел в командировку в Ливию. Видите, тут еще всплывает информация, что они отправили сводный отряд на ротацию людей в Ливию. Вот, кстати, именно для этого одна из задач, мы говорили с вами, я вам объяснял, что, скорее всего, одна из задач будет, это просто вывести их из-под удара с территории России, организовать центр подготовки, потому что надо проводить ротацию в африканских странах. Вот видите, в Ливию улетела ротационная группа. Так вот, кто не улетел в Ливию, они остались без зарплаты. И на сегодняшний день всех отправляют в бессрочные отпуска для ожидания новых задач. А также прекращен набор. Проверяли журналисты, что обзванивали вот эти центры. В 29 регионах России есть центры комплектования и вербовки Вагнера, ЧВК. Вот, их обзванивали и практически во многих, те, которые ответили, сказали, что... Какие-то не ответили, те, кто ответили, сказали, что сейчас временно набор приостановлен. Вот, так что в Беларуси остается небольшая группа инструкторов, которые будут... Вот, которые, скорее всего, проводят занятия с белорусскими... С белорусской армией, вот они будут... Их и будут содержать, и будут платить зарплату. Но я думаю, что эта зарплата будет не такая, как им платили в составе ЧВК, когда они даже просто проходили службы или находились в режиме ожидания. Наверняка Лукашенко будет платить намного меньше. Тем, кто будет тренировать. Все остальные... Все остальные по домам. В ожидании на данный момент привлекаются бойцы только под конкретные командировки. Вот, так что... Вот такая вот ситуация сложилась с Вагнером. Но! Как всегда, есть подводные шкамни. Надо смотреть... Вариант может быть такой, я вам скажу. Я все-таки, вот, у меня не похитает мысль вот этих слов, голосом человека, похожего на Пригожина, когда он там выступает в вечернее время перед бойцами, он говорит, надо готовиться к очень большому делу. Так вот, почему бы не таким образом не передислоцировать Вагнер в Россию? Ведь смотрите, они, вот эти несколько тысяч бойцов, самые такие профессиональные боевики, они якобы под предлогом того, что их отправляют в бессрочные отпуска, они теперь в частном порядке, одиночно, маленькими группами, перебираются в Рашистскую Федерацию и якобы разъезжаются по домам. То есть по своим регионам, по домам и по всему остальному. Понимаете? А с другой стороны, кто гарантирует то, что они сейчас не соберутся на каком-то своем учебном центре, где-нибудь тихонечко, и не начнут получать оружие? Я не уверен, что Министерство обороны забрало все тяжелое вооружение у Вагнера. Скорее всего, вот тот склад, который они отдали, которым хвастался Шойгу, что вот там мы забрали танки, 2000 тонн боеприпасов, это было, знаете, так, это была показуха со стороны Вагнера, на мой взгляд. Потому что она очень серьезная организация, с очень глубокими корнями, просто так ей пожертвовать, это было бы кощунство. Вот. А допустим, передислоцировать, посадить их в автобусы и колоннами гнать в Россию, это вызвало бы панику и подозрения. А так, типа, всех распустили, все по домам, они сейчас приедут в Россию и где-нибудь начнут собираться в группы, в боевые группы, в отряды, доставать схроны с оружием. Я думаю, что этих схронов там очень много, и оружия там очень много. У Пригожина была возможность вместе с Суровикиным, под этот шумок Суровикин мог еще и на территории Российской Федерации передавать оружие, ну, сплавлять часть оружия куда-нибудь в черную для организации вот таких схронов под ЧВК Вагнер. Ну, это мое предположение. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Ну, во всяком случае, страны Балтии, Польша могут немножко выдохнуть в плане того, что вагнеровцы пока что самораспускаются ввиду отсутствия финансирования. Во что я лично, честно, не верю и думаю, что это подготовка к какой-то очень серьезной операции на территории Российской Федерации. Федерации.